Статья сайта Пётр и Мазепа. Ссылка в закреплённом комментарии. Давайте размышлять логично. Пока враг наступает, на его стороне играет эффект неожиданности. Силам обороны придётся прикрывать более широкую территорию. Соответственно, местный баланс сил непосредственно в точке атаки будет хуже для обороняющихся. К тому же важно понимать предназначение армейских частей. Многие европейские наземные подразделения либо лёгкие, либо имеют устаревшее оборудование, либо плохо подходят для манёвренной войны высокой интенсивности, особенно на открытой местности. Лёгкие юниты способны послужить отличным средством сдерживания. Их можно быстро развернуть, также они могут пригодиться при защите близлежащей или городской местности. Однако такие подразделения ограничены в плане спектра боевых задач. Как только война разразится не на шутку или противник ударит по другому маршруту, придётся перегруппироваться и контратаковать. Вызывает тревогу тот факт, что европейские члены НАТО и партнёры Альянса на севере континента могут не справиться с численностью противника. Когда их за неделю уведомили о необходимости подготовки механизированных батальонов в гарнизонах, в результате была выставлена лишь половина сил, которые Россия при необходимости соберёт западнее Урала. Военных слишком мало. Это особенно удивляет в случаях с Германией, Францией и Великобританией, всегда считающихся могущественными союзниками. А поскольку большая часть военных частей размещена на западе Европы, можно сразу подвести черту. Единственными частями, которые столкнутся с российскими войсками в случае проблем на восточном фланге, будут уже расположенные там гарнизоны. Или те части, которые смогут быстро добраться. Примечание редакции. Повезло Европе, что Украина всё живу стояла. Иначе все эти статьи писались бы уже на практических примерах. Мы анализировали вероятное российское нападение на все три государства Балтии лишь начальные этапы войны. И смоделировали военный баланс по данным за 2020 год. И по сравнению с 2014, разница заметна далеко не по всей Европе. Если за океаном усиливаются Соединенные Штаты, то здесь Польша, Финляндия и уже упомянутая Балтия. Финны порядком повышают боеготовность своей призывной армии, заодно улучшили ведение высокоточного огня на дальних дистанциях. Что касается стран Балтии, то они делают упор на другом. По максимуму механизируют свои армии и принимают поставки самоходной артиллерии с противотанковыми ракетами. В это же время Польша лишь приступила к выполнению этой задачи. Там довольно амбициозная программа обновления и модернизации вооруженных сил. И все эти прифронтовые государства имеют оборонные бюджеты выше 2% ВВП. То, что в 2014 году могло казаться настоящим кошмаром, то есть молниеносное нападение России в сторону Балтийского моря, теперь утратило ощущение новизны. Оно стало настолько хорошо известным сценарием, что почти превратилось в клише. Планы стран и их подготовка соответствующим образом корректируются. За последнее время участились масштабные международные учения, а в Балтии и Польше действуют боевые группы с усиленным передовым присутствием, размером до батальона. Обратной стороной медали является то, что с учетом постоянно растущего военного потенциала России, членам НАТО все еще сложно отразить быстрое наземное вторжение. Даже при поддержке американских войск, уже размещенных в Европе. И даже после двухнедельной подготовки. Хотя подавление российской противовоздушной обороны не будет таким сложным, дорогим и трудоемким, как предполагалось ранее, рано или поздно это все равно придется делать. И сделать до того, как западная авиация сможет эффективно отработать по наступающим российским танкам. По сути, сухопутным силам НАТО понадобится не то, чтобы повергнуть противника в шок, но задержать его на достаточное для авиации время. А для этого, в свою очередь, Альянс должен располагать возможностью производить значительное количество вылетов и наземных атак с первого дня конфликта. Что бы там ни говорили, именно первая дуэль между сдерживающей авиацией и российскими системами ПВО может оказаться решающей. Если воздух контролируется, на ранних этапах войны сухопутные силы НАТО в странах Балтии нанесут любому визитеру значительный ущерб. Вполне возможно, и остановят его в сжатые сроки. Но если военно-воздушные силы все же опоздают или их сдержит ПВО, наземные войска рискуют понести потери. В такой воздушной операции ключевую роль играет американский вклад в области планирования и высоких технологий. Здесь и подавление противовоздушной обороны противника, и наступательная радиоэлектронная борьба и дистанционное зондирование вместе с современными боеприпасами. Не забывайте о неприязни России к затяжной войне с применением обычных вооружений. Ее она, скорее всего, проиграет. Так мы приходим ко вполне простой мысли. НАТО и союзникам даже не придется побеждать в условном конфликте из-за стран Балтии. Достаточно просто не проиграть. Уже эта миссия точно не должна казаться фантастикой. Ситуацию все еще можно изменить. Точечное добавление группы механизированных бригад, подходящих для наступления в районе Сувалкского коридора, было бы грандиозным плюсом. Улучшенная боевая поддержка, особенно артиллерийская, противовоздушная и инженерная, и в особенности инструменты для подавления российской ПВО. Не так легко, совсем недешево, но вполне реально.